Магаданскую область вновь посетил полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе вице-премьер правительства Российской Федерации Юрий Труднев. В рамках визита сначала полпред посетил новый шоурум строящегося жилого комплекса Гороховое поле. Здесь представлен макет застройки двух очередей Горохового поля. В настоящее время начато строительство объекта в первой очереди, это два объекта, 444 квартиры, общая площадь 21,5 тысяча квадратных метров. Застройка Горохового поля предполагается домами переменной этажности от 4 до 8 этажей. В течение месяца начнется строительство второй квартиры, представленной четырьмя домами в этой стороне и шестью домами в этой стороне. Общая площадь застройки 78 тысяч квадратных метров, полторы тысячи квартиры. Федерального вице-премьера, курирующего дальневосточные регионы, сразу же заинтересовала цена квадратного метра жилья на Колыме в целом и в строящемся жилом комплексе Гороховое поле в частности. В завершении строительства объекта в первой очереди середина 2023 года, в завершении строительства объекта второй очереди середина 2024 года. Доклад окончен. Сколько сейчас цены квадратного метра на Колыме? Мы сейчас оценивали то, что в Минстрое находится судительство 15 тысяч. Судительство 15 тысяч. Но это, Юрий Петрович, сейчас цены настройки, вы знаете, меняются. Растут как на драже. А здесь сколько будет? Значит, сейчас сметно находится в экспертизе. Сейчас как раз отрабатываю на главу госэкспертизе сметную стоимость. Я попросил, значит, главу госэкспертизу, чтобы они не вовред качеством, максимально внимательно посмотрели за... Юрий Петрович, у нас здесь есть? Да, Юрий Петрович, здесь. Сейчас прятать. Вы здесь, скажете, что много здесь? Да, Юрий Петрович, инфраструктура инженерная планируем создавать рамки, организма, для меня совершенно концессии. Масштабные планы по застройке Горохового поля вечернему Магадану прокомментировал руководитель организации-исполнителя работ Юрий Водопьянов. Всего на территории Горохового поля планируется строительство 4 тысяч квартир, общей площадью 185 тысяч квадратных метров. Также на территории Горохового поля планируется строительство детского садика, поликлиники, общеобразовательного центра для детей с ограниченными возможностями, центра реабилитации пожилых людей и также строительство полной инженерной инфраструктуры. То есть это первый на Дальнем Востоке квартал комплексной застройки территории. Шоурум строящегося жилого комплекса не пустует. Буквально перед посещением объекта полпредом президента узнать о возможностях приобретения жилья на Гороховом поле зашла магаданка Наталья Гайворонская. Мы подыскиваем сейчас квартиру для дочери в нашем городе, да, и, собственно, решили, почему бы не узнать, может быть, возможно, далевое строительство, прекрасная возможность, я думаю, что было бы неплохо, да, если бы населению было позволено участвовать в далевой стройке, почему нет. Юрий Труднев, самого начала поддержавший и курировавший проект «Берегоукрепление», конечно, не смог не посетить и Магаданское портовое шоссе. Представители компании «Стройтрансгаз» доложили вице-премьеру о почти полном завершении работ. В настоящий момент заканчиваем работу, осталось последние две недели уже формирование откоса, для него система заканчивается. Удовольствует не только решить проблему связи с морским портом, устроить дорогу, безопасность обеспечить, но и сделать, организовать инженерную подготовку под зону рекреации. В планах у нас на следующий год завершение работ по благоустройству данного участка. Сейчас мы в экспертизе, все проектные решения согласованы. Ну и к концу летнего сезона 2022 года уже этот участок приобретет форму и вид набережной. После личного осмотра, целью которого был контроль за реализацией масштабных инфраструктурных проектов в столице Колымы, Юрий Труднев подвел итоги и поделился с магаданскими журналистами своими впечатлениями от увиденного. Впечатление, что магадан начинает изменяться. Это не говорит о том, что вот все прям в розовых тонах, что все уже стало хорошо и прекрасно. Но это говорит о том, что есть движение, это движение вполне заметно. То, как сегодня презентовалось гороховое поле, ну это от Москвы ничем не отличается. Что касается подъема судов, это поручение Михаила Владимировича Мишустина, председателя правительства Российской Федерации. Оно, слава богу, выполняется. Это очень важно, потому что, вы знаете, вот когда подходишь к береговой линии, у нас прекрасный совершенно океан на Дальнем Востоке. Но когда тут торчат ржавые остобы судов, то это и смотреть на это не очень приятно, прямо скажем. Ну и кроме того, это создает опасность для судовходства и проблемы для того, чтобы дальше развивать портовую инфраструктуру. Специалисты комбината зеленого хозяйства продолжают строительство лестничного спуска с улицы Портовой на Приморскую. Ранее там был не оборудованный спуск, на плачевное состояние которого не раз жаловались горожане. Наконец-то люди были услышаны и уже в начале октября там начали устанавливать первые ступени. На сегодняшний день работа активно продолжается, но из-за наступления морозов окончательно объект сдадут в следующем году. Силами комбината зеленого хозяйства в настоящий момент производятся первые работы по установке лестницы. К сожалению, в этом году полностью завершить лестничный сход не удастся. Морозы наши колымские внесли свои коррективы. Ближайший ожидаемый снег тоже, к сожалению, не даст в полном объеме завершить по этой лестнице то, что запланировано. К нами укладываются ступени из Грана Диорита, производится асфальтирование переходных площадок. И к следующему году, летом, когда этот объект будет завершен и завершено благоустройство прилегающей территории, эта лестница послужит многие годы для наших горожан и гостей города. Стоит отметить, что в строительстве данного лестничного спуска задействована тяжелая и специализированная техника, чтобы облегчить работу специалистов. Ведь вес каждой ступени около 200 килограммов. Все работы ведутся в строгой последовательности. С проектной документацией специалисты соблюдают все технические правила и нормы. Говоря в целом о ремонте и строительстве лестниц в городе, на этот год у сотрудников комбината зеленого хозяйства значилось 18 объектов. 13 объектов уже завершено. Два – один на Приморской, второй на Соколе – сейчас в работе. Три будут завершены до середины ноября. Президент России Владимир Путин объявил период с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями сохранением зарплаты. Связано это с непростой эпид-обстановкой в регионах. На этой неделе снова зафиксировали рекордное количество смертей за сутки. В регионах, где ситуация с COVID-19 сложнее, могут объявить нерабочие дни уже с 23 октября. Напомним, Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства, озвучила президенту предложение по введению в стране нерабочих дней в связи с текущей ситуацией с коронавирусом. Владимир Путин инициативу поддержал и отметил, что необходимо реализовать дополнительные меры помощи бизнесу. Начался прием заявок на конкурс профессионального мастерства «Магадан глазами СМИ». Цель городского состязания – привлечение журналистов к всестороннему и объективному информированию населения о жизни областного центра. К участию приглашают работников СМИ, внештатных авторов. На конкурс принимают публикации и передачи, которые вышли в эфир с 1 января 2021 года по 3 декабря 2021 года. Темы – материалы о гармонизации межэтнических отношений, о здоровом образе жизни, социальном партнерстве, благоустройстве, о событиях культуры, образования, спорта. От каждого участника принимают не более трех работ в каждой номинации. Победителям конкурса присваивается звание лауреата городского конкурса профессионального мастерства журналистов «Магадан глазами СМИ». Вручается диплом. Награждение пройдет 13 января, в день печати. Специалисты комитета по хозсубъектам совместно с работниками полиции проверили, соблюдают ли пассажиры общественного транспорта масочный режим. Напомним, согласно постановлению губернатора, продлен такой режим до 31 октября, поэтому в общественных местах магаданцы должны использовать средства индивидуальной защиты. Если выявляется ограждение, которое без маски, вставляется административный материал, впоследствии передается в суд. На данный момент, да, больше 50% без маски. Такие рейды специалисты проводят несколько раз в неделю. Проверяют маршрутки и рейсовые автобусы. За несоблюдение масочного режима в транспортных средствах магаданцев ждет штраф 500 рублей.